Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Черкасова, нутрициолог, руководитель международного фитнес-проекта. Здравствуй, Оля! Здравствуй, Мария! Сегодня говорим о воде. Почему важно пить воду? Маша, это глобальная, наверное, одна из самых важных тем тетологии, потому что, начиная с воды, мы начинаем улучшать состояние здоровья любого человека. Первое, о чем мы начинаем разговаривать, о том, сколько человек пьет воды. Чаще всего это буквально один-два стакана. И чай, кофе, соки. Нет разницы в нашем обществе между водой и псевдоводой, которая несет в себе определенную калорийность. А все-таки одно другое заменяет или это совершенно разные вещи? Это разные вещи. Стакан чистой воды и, например, стакан чая. Они равноценны или нет? Они не равноценны, они не могут быть равноценны, потому что чистая вода – это источник нулевой калорийности, во-первых. А во-вторых, именно чистая вода помогает запускать все метаболические процессы в организме. Только включая воду на регулярной основе, дробно, понемножку, в течение дня, мы можем увеличить наш метаболизм целых на 40%. Соответственно, человек будет чувствовать себя гораздо бодрее, будут спадать отеки. Такая тоже глобальная тема, которая возникает очень часто при том, когда человек абсолютно не пьет воду. Говорит, я не пью воду, я отекаю. То есть я надуваюсь, как шар. И с этим мы начинаем работать. То есть есть взаимосвязь между этими двумя понятиями? Да, могу тебе объяснить на примере. Организм наш устроен очень мудро. Он всегда приходит к балансу. Ему всегда нужно найти этот баланс. Если мы вдруг не пьем воду на постоянной основе, то организм ее, как верблюд, запасает. Получается, как горб верблюда. Вот эти все отеки в нас, это именно запасы воды, стратегически важные для организма. Потому что он не может без воды осуществлять полную жизнедеятельность, качественно и хорошо. Соответственно, когда мы начинаем пить воду регулярно, то организм понимает, что на постоянной основе его теперь поют, у него все хорошо. Он превращается из болота в бурный ручей и начинает все работать, как часики, как по маслу все работает. Все отеки спадают буквально за пару дней, за неделю. Может быть первое время, да, отек может усиливаться. Это только на фоне того, когда человек вообще не пил воду. И организм на радостях, на радостях просто запасает и говорит, ну боже мой, наконец меня напоили. Придержу при себе, а вдруг опять засуха. Но быстро этот момент проходит, начинается очищение организма, начинает работать качественно почки. Первый страх очень большой у людей, что я буду пить много воды, у меня почки не справляются. Все в точности, да, мород. Когда мы начинаем пить воду, наши почки как водяные мельницы. Они начинают более интенсивно работать, они выводят все пески, камушки. И, соответственно, мы становимся еще более здоровее, более красивее, улучшается кожа, тонус, улучшается общее состояние. И мы начинаем контролировать свой аппетит, кстати. Какую воду лучше пить? Кипяченую, не кипяченую? Добавлять можно ли в нее что-то и что? Самая хорошая вода на самом деле это та, которая не кипяченая, да, по своему молекулярному составу. Очень здорово покупать воду, которая либо бутылирована и проверена, да, есть определенный уровень ПАЖ, который надо смотреть. Очень здорово пить воду из источников, да, это либо скважины, святые источники, опять же, если они проверены. На самом деле очень эта вода стоит долго, она даже не портится, она имеет в себе просто потрясающий, уникальный, уникальный состав. Также есть целая наука о том, как сделать живую воду и мертвую. Но об этом, наверное, как-нибудь отдельно мы расскажем. Ну, ты прям такую интригу оставила, но я ловлю тебя на слове, обязательно продолжим в наших следующих выпусках. Сегодня говорим о простой воде, о чистой воде. Уже поговорили о том, что есть взаимосвязь между количеством выпитой жидкости и получением отеков на утро следующего дня. Идеально, сколько в сутки обычный человек должен выпивать простой воды? Расчёты есть, да, но я считаю, что они на самом деле всегда более-менее примерные. Да, 30-35 мл на килограмм веса, но все мы очень разные. Да, я считаю, что любой человек – это не робот, это не система, которую можно просчитать. И всё индивидуально. Если ты никогда не пила воду, то тебе нужно это делать постепенно. Нельзя сразу с нуля выйти на 3 литра воды. Твой организм просто не справится с этим, он не поймёт, что происходит. Воду нужно увеличивать постепенно, да, буквально по одному-два стакана в день. Соответственно, через неделю, через две можно выйти на свою норму без вреда для своего здоровья. А всё-таки, когда человек начинает пить воду, количество выпитых чашек чая и кофе, они сокращаются, ну вот по опыту? Конечно. Причём человек, который очень любит кофе, на заметку, тебе и другим твоим слушателям, каждый стакан выпитого кофе нужно плюсовать стакан воды, потому что кофе удерживает в себе жидкость. Соответственно, чтобы этот баланс выровнять, обязательно нужно увеличивать норму воды. Поэтому, если вы не можете, допустим, пить несладкий чай или несладкий кофе, то стоит сделать выбор в сторону простой воды, чистой воды. Можно делать воду с лимоном, с имбирём, с мятой. Эти все варианты действительно очень полезны, они, может быть, более вкусные даже для тех, кто пока по вкусу даже воду не любит пить. И расставить прям воду везде, в красивых графинчиках, в стаканчиках, купить себе красивую бутылочку. И действительно... То есть замотивировать себя. Замотивировать себя, да. И такой принцип, да, как у курильщиков, в руке. То есть нужно, чтобы бутылка была в руке. Организм автоматом начинает тянуть ко рту то, что есть в руке. Поэтому лучше, конечно, сделать так, чтобы вода была, она была в поле зрения. Не где-то там когда-нибудь кулер в коридоре, да, чтобы она была вот в руке, какая-нибудь красивая бутылочка, которую ты будешь держать с собой. Ну и всё-таки пить нужно по потребностям, то есть вот захотел организм, или всё-таки на первых этапах, когда вы переламываете вот эту ситуацию, я совсем не пью воду, да, и хотите вступить на другой совершенно путь, то, может быть, стоит завести будильник. Да, на самом деле, таймеры, будильники, они имеют место будет. Через какие тогда промежутки времени? На самом деле, каждый таймер задаёт вопрос о том, да, сколько ты весишь, какой у тебя возраст, как ты часто пьёшь воду. И многие выравнивают прямо под тебя. То есть в среднем, да, каждые там полчаса-час можно сделать буквально по одному-два глотка. Этого уже будет достаточно и будет хорошо. Для начала, да, начинайте с маленьких таких вот микродоз. По поводу того, какие сигналы подаёт мозг, очень часто на первых порах, когда человек не пьёт воду, он не разделяет сигнал мозга, когда я хочу есть и когда я хочу пить. То есть мы хотим пить, организм обезвожен, а мы думаем, есть охота. Охота есть. Поэтому всегда рекомендуют выпить стакан воды перед едой. И если после этого стакана воды у вас пропало, вы забыли о том, что вы хотели поесть, значит, ваш организм просто сигналил о том, что он обезвожен и он хочет пить. То есть постепенно этот сигнал вы уже будете чётко распознавать. Вы прям будете понимать, что я хочу пить. Вы будете просыпаться с желанием выпить стакан воды чистой. И этот процесс, он будет только улучшать, да, ваше состояние. То есть пить будет уже хотеться именно пить. Но на первых порах нужно, конечно, контролировать вот это желание. Что-нибудь вкусненькое съесть или, может быть, там попить всё-таки водички. Выпейте стакан воды, сделайте такой выбор, и через неделю вы поймёте, что вы становитесь более активным. Отёки будут спадать. Как ты относишься к стакану тёплой воды утром натощак? Очень многие нутрициологи рекомендуют именно так начинать свой день. Это идеальное правило. На самом деле объясню почему. Потому что таким образом мы запускаем все метаболические процессы. Мы даже можем лежать в кровати, ещё потягиваясь. Но выпейте стакан воды, и через полчаса наш желудок сам будет просить вас поесть. Соответственно, запускаются все процессы метаболические. И когда люди говорят, что я не умею с утра есть, мне не хочется есть, они просто не успели проснуться, видимо, да, организм не успевает за их биоритмами. И это всё сдвигается на более поздний ужин. Обязательно нужно с утра пить чистую воду, да, комнатная температура. Она может быть тёплая, если холодно в квартире, да, в доме. Она может быть действительно немножко тёплой. Это будет комфортно для желудка, и он будет работать гораздо-гораздо лучше. Лучше всего прививать правильные привычки питания, конечно же, с детства и правильное обращение с водой. Вот как привить, пить воду у ребёнка? Также у ребёнка может быть своя красивая бутылочка. Да, сейчас очень много в продаже действительно детских бутылочек, красивых бутылочек. Дома, опять же, родители транслируют всё своим поведением детям. Невозможно ребёнка научить. Ну, невозможно. Уважаемые родители, пожалуйста, показывайте своим примером, как нужно делать. Пейте воду, пейте чистую воду и прививайте своим детям правильные привычки к детству. Оль, у тебя трое детей. Да. Все они пьют воду? Да. Вот как в твоей семье относятся к воде? У нас всегда стоит графин с водой, у нас всегда какие-то бутылочки, у нас много воды. И дети любят воду. Мы можем вместе даже экспериментировать, делать замороженный лёд с какими-то ягодками, потом добавлять в эту воду. Детям нравится этот процесс. И вода – это естественная часть нашей жизни семейной, потому что без воды, как говорится, не туда и не сюда, организм действительно работать будет как часики. Необходимо ли увеличивать количество выпитой воды, если вы активно занимаетесь спортом? Это произойдёт даже непроизвольно, потому что когда мы занимаемся спортом, мы активно потеем. У нас идёт очень сильный активный процесс выделения влаги, да, и организму необходимо пить. То есть во время тренировки спокойно можно выпить и литр, и даже два, да, людям особенно в зависимости от массы. И это ничего страшного, да, мы должны держать организм в балансе. Пока мы активно тренируемся, пока идут метаболические процессы, нам нужно поддерживать свой организм и качественное, правильное потоотделение, которое также является естественным механизмом организма, который очищается таким образом от токсинов и шлаков. Ну, то есть самое главное правило – не давать возможности своему организму начать запасать воду. Да. Чтобы он не чувствовал какую-то опасность, да, панику, страх. Чтобы больше поить, больше не будут, водопой перекрыт. Да, чтобы такого не было, мы должны давать ему регулярно, постоянно на основе воду. Отёков не будет, будет хорошо работать внутренние органы. Кровь будет разжижаться, кстати, да, густая кровь сейчас тоже большая проблема для тех, кто вот заболевает тем же ковидом. И им сложнее восстанавливаться, да. Поэтому вода – это действительно самый важный, наверное, самый первый процесс, с которого нужно начинать. Оль, спасибо за интересную беседу. В следующей нашей программе обязательно поговорим о том, что такое живая и мёртвая вода. Хорошо. Спасибо. Тебе спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»